Утро Улыбаюсь и встречаю Оранжевое утро Здравствуй, город! Всем пора вставать, всем пора вставать По делам бежать Улыбаться, воздухом дышать Здравствуй, утро! Подарки бывают только по праздникам Или не только Весь июнь Мазда 6 комплектуется драйвом Автомобиль Мазда уже с набором зимних шин Подробнее в Юнайт Моторс по телефону 37 33 93 Оле, 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 оле Торпедо чемпион Молодец Доброе утро, Владимир Привет, Владимир На календаре 26 июня 26 июня Среда Четверг Среда Доброе утро, четверг Нет, ну скоро и пятница, и суббота, и скоро выходные И сейчас середина рабочей недели Мы вас приветствуем в студии Оранжевое утро на шестом канале И с вами сегодня этот час проведем мы Дмитрий Шевелев И Анна Музгина Как всегда по традиции начинаем мы с нашего, я думаю, любимого конкурса Ранняя пташка Первый, кто дозвонится к нам в студию в прямой эфир по телефону 36 66 66 Получит гарантированно наш вкусный подарок от Метро Вкус Это наш вкусный спонсор Метро Вкус Это доставка пиццы, суши, шашлыка, немецкой, испанской, китайской кухни Ежедневно с 8 утра до часа ночи Я думаю, что вы уже заметили, что мы сегодня одеты в черно-белые цвета У нас есть футбольный мяч в студии А это значит, что сегодня целый час прямого эфира Мы посвятим нашему Владимирскому клубу Торпедо Поэтому звоните нам Мы будем рады побеседовать с вами Задать вам несколько каверзных вопросов Я надеюсь, что вы на них обязательно ответите И получите наши призы А сейчас усаживайтесь поудобнее Готовьте торпедовскую форму Вспоминайте кричалки Ну а мы начинаем с прогноза погоды и рубрики «Календарь» 26 июля 1730 года Российская императрица Анна Иоанновна Подписала указ об отливке царь колокола Его создание заказали парижским мастерам Однако они прислали отказ Объясняя его тем, что колокол таких размеров отлить невозможно Тогда работа была поручена московскому литейщику Ивану Федоровичу Моторину Для изготовления царь колокола пушечный двор отправил в переплавку более 600 колоколов 26 июня 1870 года в Мюнхенском Королевском придворном театре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия» Второй части грандиозной оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга» Опера была написана композитором на собственное либретто, которое он составил по мотивам древнескандинавских саг и старинного немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах» 26 июня 1960 года была провозглашена независимость Малагасийской республики И в честь этого события сегодня в Мадагаскаре отмечается День независимости В СССР звание генералиссимус Советского Союза было введено 26 июня 1945 года На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом Сегодня празднуют свои именины Анна, Антонина, Яков, Даниил и Иван Доброе утро, Владимир! На календаре 26 июня, среда А в студии Марии Табакова я по традиции расскажу о погоде Встречаем жаркое и ясное утро За окном плюс 25 градусов Днем воздух прогреется еще на 4 градуса Столбик термометра покажет плюс 29 Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба Ветер восточный 1 метр в секунду Влажность воздуха составит 49% Друзья, доброго утра! День добрый перейдет! Поэтому отличного настроения! А я с вами прощаюсь! До свидания! Доброе утро, Владимир! Сегодня мы говорим про наш Владимирский родной клуб Торпеда Поздравляем их с возвращением И, конечно же, мы не могли обойтись без истории клуба И я думаю, что сейчас нашим телезрителям будет очень интересно послушать, как же все начиналось Итак, начнем с конкурса Ранья Ташка, у нас есть первый дозвонившийся в студию к нам в прямой эфир Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста! Меня зовут Настя Настя, очень приятно! Как ты начинаешь это утро? Я... Завтракаю Правильный начало? А вот расскажи, ты давно проснулась? Нет, только что И сразу нам позвонила? Да Ну, нам это очень приятно Просыпаются Вот такая традиция хорошая есть у Владимирцев Проснуться и позвонить Начинулся на трубке 366666 Это такси Ты кому позвонила? Анастасия, что ожидает тебя сегодня? Школа уже закончилась? Нет, у меня еще не закончилась Не закончилась? Как все? То есть ты еще сегодня в школу пойдешь? Напряженно Да Как ты относишься к футболу? Хорошо У тебя есть любимые футболисты? Есть Кто это? Это Вратарь сборной России футбол Малафеев Отличный выбор, Настя! Настоящие мужчины! А вот на играх, может быть, нашего Владимирского клуба ты присутствовала? Еще пока ни разу не была, наверное Ну, я думаю, что у тебя будет отличная возможность посетить, тем более, что они вернулись, чему мы несказанно рады А тем более, что ты сегодня дозвонилась к нам в прямой эфир Стала нашей ранней пташкой И, самое главное, получаешь наш вкусный подарок от Метро Вкуса Мы тебя с этим поздравляем Спасибо Тебе хорошего утра Звони нам обязательно еще Всего-всего хорошего Попрощался По-милому Ну, а мы, можно, наконец-таки, про историю немножко поговорить? Дожди, дожди, три секунды Дмитрий всегда меня перебивает Не знаю, что с этим делать Надо как-то бороться Бить? Вряд ли 1959 год Торпеда основалась в этот год Слушай, прямо в год моего рождения, вот это совпадение Да ты что? Мы ровесники с Торпедой Итак, по инициативе обкома КПСС и руководства тракторного завода был основан Владимирский клуб Торпеды Первый успех к владимирским футболистам пришел еще в 1966 году, когда Трактор, так называлась раньше команда Заняла первое место в зональном турнире и вышла потом, и во второй полуфинал вышла А я тебе немного хочу рассказать, что сначала наш клуб Владимирский назывался не Торпеда В 1959 году в год основания Так, Трактор Да, мы начали название Труд А, сначала Труд Один год наша команда назвалась Труд, ну такое хорошее правильное советское название Затем, с 1960 по 68 года мы назывались Трактором Угу Ну, терпимо Потом мы назывались Мотор и уже с 73 года наш Владимирский клуб носит это вот гордое название, которым до сих пор сохранилась Торпеда Вот с 73 года все знают нас как черно-белая Торпеда Да, по-моему, отличные цвета, причем черные и белые, вот всегда сопутствуют, да, как в школе черные Черные и белые, вот черные и белые Черные и белые Самое главное, что это начало и конец Да, и как у любого клуба были и черные и белые полосы в жизни нашего клуба И мы желаем им, чтобы белых полос было как можно больше Ну, сегодня мы еще немного поговорим про Торпеды К нам придет тренер, игроки команды, поэтому, дорогие телезрители, поближе к экрану, мы только начинаем программу И более того, у нас есть еще один звонок, давай поприветствуем нашего телезрителя Доброе утро Доброе утро Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Елена Елена, очень приятно, как вы относитесь к футболу? Я к футболу отношусь положительно, это во-первых Во-вторых, поздравляю нашу Владимирскую команду Торпеды с возвращением В-третьих, поздравляю доблестную 14-ю школу А почему 14-ю школу, я вам объясню Выпускной сегодня? Нет, дело не в выпускном, мы же говорим сегодня о Торпедах Так А, это же спортивная школа Она, у нее нет статуса спортивной школы, к сожалению, пока Но уроков физкультуры вместо обычных двух или трех, там четыре А почему поздравляю и Торпеды, и 14-ю школу? Потому что в теперешнем составе Торпеды, считайте, уважаемые ведущие Загибайте пальцы, играют выпускники 14-й школы Втюрин Павел, раз Сергей Шалин, два Максим Зимарев, три Миша Земсков, четыре Завелев Илья, пять Павлов Кирилл, шесть Казанский Юра, семь И Берик Тивосян тоже учился в нашей школе Тоже, вот какое-то время Восемь, из тринадцати сейчас, да? Или пятнадцати игроков, восемь через четырнадцать Человек, это выпускники нашей четырнадцатой школы Очень приятно Мы очень рады, что наши Мы очень рады Мы рады тому, что владимирцы следят за нашим родным клубом Что они так интересуются и столько знают о нем Может быть, вы еще что-то хотите им пожелать? Нет, я предлагаю сейчас Давайте мы пожелаем после того, как сыграем в оранжевой викторине Вы готовы? Ну, наверное, да А сегодня она посвящена, естественно, футболу Футболу в частности, а не Владимирскому Торпеду Давайте вот для каждого телезрителя У нас сегодня два вопроса в нашей оранжевой викторине Итак, первый вопрос и четыре варианта ответа Название какой части человеческого тела фигурирует в названии спортивной игры футбол? Нога, фут Да-да, вот Елена должна сказать варианты Елена, вы идеально, мне кажется, знаете футбол Все правильно, ступня, фут, нога по-английски Это как раз употребляется в названии футбол Хорошо, давайте для вас Посложнее вопрос придется искать Хорошо, договорились А я женщина и блондинка, можно не очень Хотя на свой интеллектуальный уровень не жалуюсь Мы это заметили, нет? Ну что, давайте попробуем В принципе, я думаю, тоже не самый сложный вопрос Какой из этих сборных команд по футболу не существует? Команда Македонии, команда Албании, Великобритании или Сан-Марино? Такой вопрос с подковырочкой Да-да-да Какой из этих сборных команд по футболу не существует? Македония, Албания, Великобритания или Сан-Марино? Ну, значит, сборная Англии существует, а Великобритания, вот такой сборной я не знаю Мне не удалось вас обмануть, Елена Елена, вы супер, у меня нет другого слова Мы аплодируем в студии прямого эфира в Оранжевом Утре вам Спасибо вам большое за утренний звонок Мы вас поздравляем, вы ответили правильно на наши вопросы Ждите звоночков, может быть, в конце передачи вы станете обладателем какого-нибудь приза? Спасибо, всего доброго, всем удачи До свидания Спасибо большое, до свидания Да, я хочу сказать, что помимо сегодня подарка вкусного от Мэтта Вкуса Мы разыгрываем также сертификаты на игру в Лазертак Лазертак – это замечательная игра Ну, ты понимаешь, побегать в дружной компании, пострелять друг друга, можно так сказать От Лазерклуба Полигон 33 Поэтому, друзья, звоните У нас еще огромное количество вопросов в нашей оранжевой викторине И все сегодня посвящено футболу Ну, мы продолжим говорить про Владимирскую торпеду после того, как посмотрим репортаж Сюжет про то, как проходят тренировки нашего Владимирского клуба Этим ребятам предстоит возрождать главную областную команду Нынешний состав – сплав молодости и опыта Часть игроков – выпускники Владимирской футбольной школы Вместе с ними на поле и футболисты из Старой Гвардии Те, кто сражался в кубке с ЦСКА и Зенитом и достойно защищал черно-белые цвета в первом дивизионе Тюрин, Малышев, Каратыгин, Дубровин, Зимарев, Шалин и Балоев Большой профессиональный футбол вернулся во Владимир Правда, внутри клуба не все проблемы еще решены Это касается и питания, и транспорта, и материально-технического обеспечения Однако и тренеры, и игроки понимают, что воссоздать команду за один день, да и за один месяц невозможно Для меня вот лучше играть ближе к дому, да? Ты бегаешь по полю, видишь, кто за тебя пришел поболеть Ты выкладываешься, добиваешься результата Как будет это первоочередное Очень приятно, что знакомые лица в стадионе сидят По составу, я думаю, мы никому не уступаем Но опять же, никто не снимался, что надо будет доказывать, работать Просто так очки сейчас никто никому не отдает Тренируются черно-белые пока на Лыбиде Для сегодняшних задач это поле подходит К тому же, главная арена Мы с руководством стадиона приняли такое решение, что его надо беречь Мы выйдем и проведем запланированные у меня две товарищеские встречи именно там Уже 28 числа черно-белые примут «Спартак» из Костромы на главной спортивной арене Владимира Само же первенство во второй лиге в западной зоне стартует в середине июля А мы сегодня говорим про наш Владимирский клуб «Торпеда» Мы говорим про ее историю, о том, какие страницы были в ее жизни Вот, например, Владимирская «Торпеда» являлась первой командой в карьере двух заслуженных мастеров спорта СССР Валентина Афонина и Виктора Лосева Или также в разные годы за «Торпедой» играли более 20 мастеров спорта СССР и России Вот так Мастера Это значит, что в нашей команде играли и будут играть мастера высокого уровня и высокого класса Я тебе хочу сказать, что у нас есть огромное количество кричалок в нашем родном Владимирском клубе У нас есть несколько из них Давай сейчас с полной гордостью голосами мы с тобой Какая тебе больше нравится? Вперед, торпеда, защищай свои цвета Начинай Ну, потому что мы в черно-белом, поэтому сразу как-то мне больше... Вперед, торпеда, защищай свои цвета Черно-белый, черно-белый, черный-белый везде и всегда Весь шар земной восхищен твоей игрой Непобедимый и легендарный наш черно-белый клуб родной Вперед, торпеда, защищай свои цвета Черно-белый, черно-белый, черно-белый везде и всегда Уважаемое руководство клуба Владимирская торпеда, обратите внимание, может быть, Анна Лосгина станет вашим талисманом, возить ее с собой, возить ее с собой и перед началом игры черно-белый, черно-белый, защитим свои цвета. Вот, вижу, а то сразу все выучили, я думаю, что если наши телезрители позвонят, они обязательно вспомнят кричалку, которую сегодня утром произнесла, они вообще с ней весь день сегодня проведут. Ну а давай я им тоже дам немного пищи для размышления, у меня такая более приземленная кричалка, а мы пришли и верим. В 11 ребят, торпедовцы Владимира, сегодня победят. Я сейчас заплачу, Дима, это было так хорошо. Держись, это наше все, торпедовцы Владимира, это наше все. Или, например, народ со всех сторон толпой бежит на стадион и все мечтают об одном, торпеда чемпион. Я хочу, чтобы скорее уже на нашем поле был матч торпеда Владимирского, потому что театр драмы расположен как раз со стадионом. И когда там проходят игры, когда там играет Владимирская торпеда, весь театр слышит, как болельщики просто горой за наш Владимирский клуб. Обычно это происходит, а что-то, что-то вроде, Наталья Степановна, ну просто идет спектакль, вы играете, да. Наталья Степановна, зачем вы это сделали, тут. Гол! Мы желаем, чтобы этих криков в голову было как можно больше. Да, конечно. Нет, я вообще думаю, что Владимирская торпеда у нее большое будущее и будем надеяться, что наша команда станет чемпионом. Стань чемпионом. И она сейчас как раз возвращается, набирает форму, тренируется каждый день. И я думаю, что всем нужно брать пример с футболистов. И тренироваться каждый день. Ну хотя бы делать зарядку. Ну хотя бы делать зарядку, потому что зарядка – это отличное начало дня, это залог хорошего настроения на весь день. Вот давай сейчас я покажу тебе, сколько раз я смогу набить этот мяч. Обошло. На ноге не получится, хотя бы на руке, а наши телезрители пусть посмотрят зарядку в оранжевом утре. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня наша утренняя гимнастика будет посвящена мышцам живота и мышцам спины. Или, как модно сейчас говорить, мышцам кора. То есть мышцам, соединяющим туловище и ноги. Итак, начинаем. Руки в замок на затылок. И на выдохе подтягиваем колени и груди. Начинаем с правого колена. Носочек тянем. Обязательно почувствуйте, как ребра уходят вовнутрь на выдохе. Чем выше вы поднимаете колено и чем ниже одновременно наклоняетесь, тем больше работают мышцы живота. Делаем 15-20 повторений на каждую ногу. Потом выполняем стретчинг для мышц бедра. Захватываем себя за колено и тянем колено к груди. Растягиваем мышцы бедра. И заодно выполняем упражнение на балал. Вдох и на выдохе подтягиваем колени и груди. Второе упражнение. Одну руку ставим за голову, вторая в свободном. И поднимаем бедро в сторону. Спускаемся. Работают косые мышцы живота, межреберные мышцы и наружная поверхность бедра. Можно обе руки положить за голову. Делаем 15-20 повторений в левую сторону. И 15-20 повторений в правую. Эти упражнения удобные. Можно выполнять на работе, поскольку не требует никакого дополнительного оборудования. Можно выполнять утром, можно выполнять вечером. Чем чаще вы делаете такие упражнения, тем уже становится ваша талия. Итак, не забываем, ребра подтягиваем к тазу. Стрейчинг для отдыха. Сгибаем ноги в коленях. Одну руку ставим за спину. Второй. Наклоняемся. Тянемся в сторону. На выдохе. 10 секунд стрейчинга. И в другую сторону. Согнутые ноги в коленях. Таз на месте. Третье упражнение нашего комплекса будет посвящено выпрямителям позвоночника и ягодицам задней поверхности бедра. Руки ставим в замок. И по очереди. Левую и правую ногу. Отводим назад. Достаточно сделать 10-15 повторений на каждую ногу. Это упражнение в комплексе необходимо для баланса мышц кора. Если мы будем тренировать только мышцы живота, у нас потихонечку корпус начнет смещаться вперед и появляться сутулась. Поэтому мы постоянно тренируем выпрямители позвоночника, чтобы выпрямить спину прямо. Поэтому сколько мы сделали повторений на мышцы живота вперед, столько же нужно сделать и обратных разгибаний. Мы сделали комплекс на мышцы кора. Потренировали прямые мышцы живота, косы, наружные части бедра, ягодицы. Счастливого всем дня и занимайтесь физкультурой. Еще раз доброе утро всем телезрителям, которые только что к нам присоединились, которые смотрят нас с самого начала. Мы продолжаем говорить про Владимирской торпеды. Сегодня у нас в студии первый гость. Это главный тренер нашего футбольного клуба торпеды Владимир Александр Акимов. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Вот мы только что посмотрели зарядку и до зарядки говорили о том, как интересно всем проходят тренировки сейчас в Владимирском торпеде. В каком режиме? Расскажите, пожалуйста. Во сколько начинаются? Вы сейчас уже сразу после нас поедете к ребятам? Нет, вы знаете, вы сейчас меня застали врасплох. Просто в каком режиме? Давайте утро начнем лучше спокойно как-то. А вы хотите режим, пульсовую стоимость вам сказать, да? Нет, 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 нет. Во сколько начинаются? 12 часов я приглашаю вас. Дайте ребятам проснуться, да. И то это рано. Вот, вот. Нас так вот... Мы с вами тоже порой говорим, дайте ребятам проснуться. 6.30 пришли и работайте. Да, поэтому у нас не получается. Нет, но вы будете не только футболистов, вы весь город, поэтому нормально. 6.30 нормально. Ну, ладно. Спасибо вам большое. Поэтому про режим, я могу вам сказать про режим, но сейчас беговая работа присутствует, да, много мяча присутствует, прыжковая работа присутствует. Мне кажется, с утра достаточно профессиональных вещей. Очень много мяча, поэтому вот у вас мяч на столе присутствует, значит, уже день удался. Для меня, по крайней мере. Ну, это самое главное. Ну, вот примерно скажите, вот просто, что включает себя тренера, начинается она в 12, и как долго проходит, и вот, что основные моменты, какие отрабатываются в команде? Основные моменты, это мое выступление перед футболистами, да, этот настрой. Я рассказываю, как прошел день, чем мы будем заниматься сегодня, вот, как утро. Сегодня я, значит, расскажу, как я был в гостях у вас, поэтому будет о чем поговорить, будет весело, вот, то есть мы пытаемся, чтобы все было весело. Тем более, ребята для нас все знакомы, и они нас знают, и мы их знаем, вот. Ну, самое главное, я бы хотел сказать, что у нас такие ребята сейчас собраны, для которых город Владимир не пустой звук, да, поэтому очень приятно работать, общаться, и волноваться даже перед стартом. Скоро старт. Ну, это все подготовка, это все игры и тренировки в рамках подготовки к чемпионату, а официальных игр, к сожалению, не могу пригласить конкретно, да, потому что небольшая неразбериха во всем российском футболе присутствует, да, в связи с маленьким межсезонним летним, вот. Поэтому календаря у нас нет, ну, со дня на день, вот, возможно, даже с минуты на минуту мы ждем, когда календарь появится, да, и тогда мы можем уже официально пригласить всех на футбол. Воленщиков. Да, но есть ориентир, 10 июля, кубковая встреча, опять же, неизвестно, где она будет происходить, известен соперник, текстильщик Иванов, неизвестно где, или у них, это будет жребий, бросит, возможно, какой-то кубик, да, и этот кубик покажет, где мы будем играть. Дома, лучше бы дома, все-таки родные стены, наверное, помогает, а вот Ивановский текстильщик, вы уже следите, следите за ними, уже, просматривайте игры, чтобы ты будешь за это, я сразу, но и фильмы, ты бери на себя этого, ты бери на себя, это следите, у них самая опасная, этот игрок. Ну, примерно так и тренируется в два вида, конечно. У них всегда было интересно. Мы, конечно, следим за соперниками, но не в таком ключе, как вы, конечно, да, вот. Сильные стороны, слабые. Я сейчас смотрю, вы очень прилично подкованы, и вам надо, и как мы начинаем день, что-нибудь делаем, за кем следим, хочется даже пригласить вас, помочь нам, потому что, ну, у нас нет таких, у нас нет столько много людей, которые вот так конкретно следят за, там, за тренировками, за соперниками. Самое главное, что до нашего оранжевого утра смотрят люди, которые очень интересуются вами, очень интересуются Владимирскими торпедами, они звонят нам и поддерживают, рассказывают, как они за вами следуют и желают вам огромных успехов. Я думаю, весь город, ну, очень, как бы сказать, воодушевлен, да, наблюдает за игрой нашего торпеды, поэтому, ну, все волнуемся, все надеемся, все верим. Какие задачи ставите перед футболистом сейчас? Во-первых, вот, в силу обстоятельств сложившихся, да, когда нас не было на профессиональном уровне год, да, вот, у меня самое большое волнение и самая большая радость в том смысле, что мы хоть выйдем на поле вообще в официальном матче, да, текстильщик это будет или там какая-то другая команда, без разницы. Вот, и когда болельщики соберутся и будут нас рьяно, так скажем, поддерживать, вот, это самая большая радость, самая большая задача, да, и, так сказать, не ударить грязь лицом и показать красивый футбол и хороший результат достичь, вот, поэтому, вот, это самое главное, для меня, по крайней мере. Понятно, что руководство клуба поставит задачи, и задача такая, да, вот, именно собрать команду и удачно, так скажем, стартовать. Вот, места конкретные, ну, нам объявят, но я так, мы ориентируемся наверх, наверх, потому что, вот, сейчас мы собрали команду из, там, из опытных и из молодых. Это то, что как раз нужно для, вообще для футбольной команды, для Владимира в том числе, потому что эта команда на данном этапе на 100%, возможно, возьмем, скорее всего, возьмем вратаря, то есть 90% от Владимирских, 90%. И опытные, и молодые, это Владимирские ребята, то есть, я считаю, что, ну, такого проекта вообще не было в России, вернее, были, но они заканчивались не сильно удачными, поэтому, я очень надеюсь и верю, что мы, все будет хорошо, потому что у нас отличная команда. Александр, у нас есть звонок в студии, давайте вместе поприветствуем телезрителя. Доброе утро, вы в прямом эфире. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Еще раз. Доброе утро. Хороших слов много раз не бывает. Еще раз, Елена. Да, Елена вернулась. Пожалуйста, меня. Но я забыла девятого человека. Это Саша Туржаков. Александр, вам удачи. В прямом эфире с ведущими мы говорили о том, что в команде торпедов сегодняшней играет очень много народу из 14-й школы. И вы со мной согласитесь, это Втюрин, Шалин, Замарев, Земсков, Казанский, Туршаков, Табелев, Тивосян. Славной команде торпеда. Я думаю, что вы возродите ее. Желаю красивого футбола, как было раньше, когда это был праздник, когда на стадион ходили всеми семьями. И это действительно было городское событие. Желаю ребятам хорошего настроения, без травм пройти весь сезон, вернее, стартовать пройти весь сезон, тренироваться с хорошей отдачей. Они играют сейчас не за дядю, а за свой родной город, как раньше, да, в войну, да, за родную землю. Вот родную землю желаю вам не посранить. Всем телезрителям, всем спортсменам, всем не спортсменам. Доброго утра, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Огромное спасибо. Вот какие звонки мы получаем. Да, 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 я так понимаю, 14 школы действительно кузницы, да, кузницы кадров. Нет, очень хорошо, и мы общаемся с 14 школы, действительно, у ребят бывают проблемы, да, в плане обучения, потому что время, они много проводят, время с командой. Поэтому очень приятно слышать поддержку. Александр, а мы сейчас говорили о составе, вот, то есть, он сейчас как-то сформированный или все-таки будут какие-то, какие-то, возможно, игривания? Сказали про вратаря. Изменения будут, но они будут минимальные. Еще раз говорю, я, мы сейчас собрали лучших людей, лучших футболистов из прошлого, так сказать, торпеда, да, и лучших из молодых. Вот, и, в принципе, всех отсмотрели, со всеми переговорили. Все про ребят знаем, да, осталось только вот трясти некоторые нюансы, то есть, в принципе, команда скомплектована. Ну, вот, вратарская позиция, конечно, вызывает опасения, поэтому будет приглашенный вратарь, будет приглашенный, но мы... Пока не оглашаете? Нет, пока не оглашаем, потому что это дело буквально на ближайшие недели. Вот, другое дело, как мы отбираем. Да, я говорю, Владимир, придется полюбить. Придется полюбить. Придется полюбить. Вот сразу видно, что это тренер. Вам придется полюбить Владимира. Да, да, именно так. Александр, а вот скажите, сколько на данный момент подписано контрактов, и сколько вообще, ну, наверное, в идеале, что для нашего города, вот, чтобы был какой-то состав идеальный, ну, необходимый, что ли, для победы? Да, для, просто для футбольной команды идеальный состав 22 человека, да, чтобы мы на тренировке могли 11 на 11, как это в нормальном футболе бывает, поиграть. Поэтому вот от этих цифр отталкиваемся. Ну, 23-25 человек будет, то есть из этих человек. У нас есть очень молодые, вот, про Савельева сказал, звонящий, телезритель, да, про Савельева, он 95-го года. У нас есть Гончаров 96-го года, вратарь, кстати, да, ну, то есть пока немножко молодые, да, совсем молодые ребята. Но они, мы их оставим, они будут с нами заниматься, поэтому группа и совсем молодых даже нужна, да, и группа молодых, которые уже будут выступать, она есть, да, и группа опытных. Поэтому, ну, вот 22-23. Воспитывать в коллективе будем, получается. А что по поводу вообще вот игроков, которые не из Владимира, охотно ли вообще приезжать к нам в город, хотят ли играть? Как вот с этим сейчас это и дело? Да, желающих приехать очень много, да, потому что мы на хорошем счету и были, и есть, и остаемся, да, всегда к нам хорошие отношения. И в Москве у руководителей, да, и у футболистов, потому что все-таки Владимир, ну, и благодаря руководству никогда так не обманывались, так скажем, да, все-таки много есть вариантов, когда можно там и обмануть футболистов. Едут с удовольствием, у нас отличный город, да, сам по себе. Да, у нас много мест красивых, у нас много интересных вещей, где можно погулять, сходить, то есть, ну, я так от себя, там, Макдональдс открывается, да, если для кого-то проблема, что Макдональдс нет, теперь он есть, да, вот. Для футболиста это может быть проблемой? Нет, ну, мало ли, знаете, как меряют, раньше, по крайней мере, меряли города, да, если у вас дискотека есть, значит, вы хороший город, а если ночного клуба нет, то это не город, а деревня. У нас есть и дискотека, и Макдональдс, и театр, и телевидение. Поэтому все с удовольствием приехать, другое дело, ну, я не вижу смысла, зачем, надо, чтобы выглядел. Несли, да, игроки, национальдеры. И вот сейчас мне бы хотелось сакцентировать момент, да, нам будет очень сложно по-футбольному, да, по-футбольному, очень сложно, потому что, все-таки, уровень игроков в стране, он может, сейчас конкуренция очень высокая для футболистов, да, для тренеров, в том числе для клубов вообще, вот. Поэтому будет очень сложно только своими силами, вот, но я считаю, что это все равно единственный правильный путь. У нас есть школа, у нас есть стадион, и пусть будет команда, которая будет воспитанников брать и играть на этом стадионе, и свои люди, и болельщики будут приходить, знать, на кого они идут, да. Но, еще раз говорю, очень сложно будет, потому что, все-таки, есть какие, какие школы, да, там, московские, питерские, которые, там, Казань, которые выпускают каждый год достаточно качественных футболистов. То есть, нам надо будет с ними конкурировать. Ориентироваться. Я, когда разговариваю с приезжими, я говорю, ты знаешь, ты легионер. Легионер – это иностранец, да, но для нас любой приезжий – это легионер, да, поэтому вот так поменьше легионеров, побольше своих. Расскажите, пожалуйста, наверняка много случаев случается, курьезных каких-то, забавных, во время матча, во время тренировки. Может быть, какой-то запоминающий самый, который вы рассказываете, там, да, когда-то, в нашей практике. Ну, в моей практике что-то подобное было, но, так скажем, это байка из давнишних времен, когда поворотом игрок бьет поворотом, да, и овратарь, думая, что мяч уходит мимо ворот, пропускает его, и мяч попадает в ворот, а овратарь этого не видит, да, и он подбегает к мальчику, который отслуживает мячи, просит, мальчик, давай быстрее мяч, да, а мальчик ему, дядя, иди возьми, он в ворота. Мне кажется, это очень веселая вещь. Практически со мной такое, ну, так на большом уровне не было, но вот я сейчас играю в мини-футбол, в футбол 8 на 8, да, там у нас такие вещи бывают, мы с удовольствием смеемся, да. Александр, ну вам спасибо, что утром пришли к нам в гости. Очень жаль, что у нас вот такая, ну, немного ограниченность временной формат, потому что, на самом деле, говорить нужно долго, много и очень интересно. Но у нас еще сегодня будут гости, поэтому мы еще поговорим про Владимирскую торпеду. Главный тренер футбольного клуба «Торпеда» Владимир Александр Акимов был у нас сегодня в гостях. Мы продолжим разговор про наш Владимирский клуб после того, как посмотрим обзор главных новостей Владимирского региона. Покушение или пиар вчерашнее заседание Законодательного собрания области началось сообщение о ЧП в Гусь-Крустальном. Депутат от этого округа Виктор Шохрин заявил, что на него было совершено покушение. Еще рано утром он лежал в реанимации военного госпиталя. И вот явился к коллегам, которые, по словам якобы потерпевшего, за 10 дней его пребывания в реанимации здоровьем его не поинтересовались. И о преступлении в полицию не сообщили. Шохрин заявил, что его хотел убить велосипедист, когда он ни о чем не подозревая, выходной день на том же транспорте выехал на прогулку. Организованная преступная группа организовала очередное покушение на мою жизнь. Но, видимо, киллеру заплатили или не того наняли. У меня раскроенный череп и опухоль головного мозга. На всякий случай в Белый дом прибыла бригада скорой помощи. В зал заседаний в срочном порядке вызвали представителей полиции и ФСБ. Правда, их приезд не добавил ясности в эту историю. Заявление в полицию Виктор Шохрин не писал. Они сообщают в органах внутренних дел о травмах криминального характера. В данной ситуации, насколько я знаю, сам потерпевший, будем так его называть, если уж в больницу обратился, сказал, что он упал с велосипеда. То есть это бытовая травма. По этой причине, наверное, в органах внутренних дел не сообщали. В центре скандала оказался еще один депутат законодательного собрания Александр Горшков. В отношении народного избранника возбуждено уже второе уголовное дело. Правда, статья все та же. Мошенничество в особо крупном размере. Следствие располагает фактами о том, что в 2011 и 2012 годах Горшков дважды незаконно получал государственную субсидию. Сначала на сумму около полутора миллионов рублей, затем более пяти с половиной миллионов. Схема использовалась одна и та же. Следствие полагает, что сначала Горшков брал кредит в банке, затем обращался в госорганы за субсидии, при этом предоставлял в администрацию подложные документы о якобы закупленных кормах, ГСМ и семенах. На самом деле субсидия направлялась на погашение кредита. Сам Горшков мошенником себя не признает, называя эту историю чьим-то политическим заказом. А вот следствие полагает, что Горшков осознанно шел на подлог документов и знал о нецелевом использовании государственных денег. Наказание по этой статье до десяти лет лишения свободы. Он рассуждает таким образом, что если он все деньги вкладывал в конечном итоге в хозяйство, то чем же он навредил государству? А навредил он абсолютно тем, что государственные 7 миллионов рублей он получил путем обмана, введения в заблуждение как государству в целом, так и конкретных должностных лиц Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации области. А вот по делу Марины Шуваловой накануне Фрунзенский суд вынес решение. Игорь Репин, который в январе пьяный за рулем сбил свою любимую девушку и сделал ее инвалидом, осужден на 2 года 8 месяцев в колонии-поселении и 500 тысяч морального ущерба. Адвокат Репина намерен подать апелляцию, если областной суд оставит решение Фрунзенского. В силе Репин должен самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию, а затем и в колонию-поселение. Я как мама хочу сказать, никакой приговор, даже самый строгий, не вернет моей дочери здоровье. Моральный ущерб, то что 500 тысяч, это, конечно, капля в море для того, сколько нам предстоит пройтись. Всем доброго утра! Сегодня мы говорим в течение этого часа прямого эфира, говорим про Владимирский клуб Торпедо футбольный. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии Алан Балоев, нападающий Торпедо города Владимир, и Иван Каратыкин, защитник футбольного клуба Торпедо город Владимир. Здравствуйте, ребята! Сегодня нам звонили люди, они очень рады, что вы возвращаетесь, что наконец-таки мы опять придем на свой родной стадион смотреть игру родного клуба. Итак, у меня есть несколько вопросов для вас. Алан, вы три года назад ушли, сейчас вернулись. Почему вернулись? Потому что дома всегда играть приятно. Здесь это делано, болельщики. И вот, команда возрождается. Это интересно. И дома всегда и стены помогают. Верите в команду? Конечно, обязательно. Как подготовка проходит? Все по плану. Работаем, устаем. Но без этого никак. Как командный дух присутствует? Ну, конечно, да. Все нормально. Расскажите, пожалуйста, вот вы были Иван, были капитаном. Не собираетесь вернуться в эту должность? Он и сейчас капитан. Уже назначили? Или это вы между собой уже решили? Нет, это очень ответственная должность. Серьезно? Она много обязывает, да. Что вы? Это просто. Какая ответственность ложится на долю капитана? Огромная ответственность. Есть живой пример у нас, Дмитрий Владимирович Визьмикин. Капитаном был. То есть вот... Берете с него пример? С него многое можно взять, да. Я пока только учусь. А что делает капитан на поле? Он как? Он организует, он подсказывает, что это? Что входит в обязанности, так скажем, капитана? Организует, подсказывает. И командный дух поддерживает. Получается. И выводит команду. И с судьей тут можно где-то поговорить. И во многом капитан вообще должен на поле своей игрой показывать команде. Как бы направлять ее, вести к победе. Самый быстрый, самый ловкий? Ну, это, наверное, больше калану. Так что командный капитан это очень... Скажите, пожалуйста, вот настолько, что здесь был главный тренер ваш, и он сказал, что он вам какие-то напутствия дает очень интересные перед тренировкой. Что-то рассказывает. Вот помните какой-нибудь забавный случай, который он вам рассказывал? Или какое-нибудь самое интересное напутствие в вашей жизни было? Тут что-то у нас не было. Да, у нас не было. Нас заманули. Есть тут цензура, все. А, так там все жестко. Ну, не совсем. Ну, бывает. Да. Какие вот задачи перед вами сейчас поставлены? 28-го игра. Товарищеская. Товарищеская. А, и в это не в счет? Нет, ну, как бы, ну, мы сейчас в процессе подготовки к чемпионату, и игры нужны, сыгрываться, знакомиться, потому что все приехали, ребята, плюс с молодежью. Сейчас мы сыгрываемся, друг друга узнаем, да, и для этого игры нужны, и тренировочный процесс проходит. Вот. И мне кажется, как бы, это будет обычная тренировочная игра, но, соответственно, надо будет показывать в ней то, что мы натренировали, то, что мы... Такой репетиционный момент, получается, такая генеральная репетиция перед... Да, то есть, как экзамен, да, как экзамен, как контрольная работа, то есть, для студентов, для учеников. То же самое у нас, то есть, ты выходишь, и надо, что тренер тебе рассказывал, показывал, что он тебя требует, ты должен это все... А потом разбор полетов. Да, а потом работа над ошибками. Все как... Действительно все как в школе. Расскажите, пожалуйста, вот нынешний состав, да, сейчас у нас торпеда есть, и есть те, кто приезжает, ну, как вы их называете, легионерами. Есть такие? Или еще пока нет? Сейчас пока нет. Сейчас только владимирцы. И, по-моему, вратарь там есть? Да, есть, по-моему, даже два вратаря, по-моему, сейчас. Да, с нами в тренерах. Как вы с ним выстраиваете отношения? Есть какая-то разница? Ну, Владимир вообще хорошо принимает. И ребята здесь, и город, и всех приезжих принимает хорошо, поэтому они здесь и играют, и раскрываются, поэтому многие всегда хотят приехать, играть. А в плане отношений все нормально. Мы желаем вам огромных успехов, чтобы у вас все получилось с этим, и с клубом, и с ребятами, с новыми. Вот есть какое-то напутствие, которое вам дали когда-то, и вы вот с этим девизом идете по жизни? Вот в футбольное какое-то именно. Ну, там желают ни пуха, ни пера, а футболистам чего желают? По победу чего? По победу голову. Нет, чтобы там ямок не было, чтобы не зацепился никто, чтобы мяч был круглый, я не знаю, не квадратный, чтобы он отлетал быстро. Удачи желают. Удачи желают? Конечно. Мы, весь шестой канал, все оранжевое утро желает вам удачи. Мы вас поздравляем с возвращением, и желаем, чтобы у вас все было отлично. Спасибо, Любогр. А мы продолжаем оранжевое утро, и сейчас в нашем оранжевом утре вы посмотрите рубрику «Ваше мнение». Обыграем все команды. Нам нужна победа. Видеть только в Еврокубках мы хотим торпеда. Доброе утро, Владимир. Сегодня у самых маленьких жителей нашего города мы узнаем, как нужно любить Владимирский футбольный клуб. Как тебя зовут? Мурат. Мурат. Хочешь стать футболистом, когда вырастешь? Да. За какую команду хочешь играть? За синюю. Привет. Привет. А ты за какую команду хочешь играть? Бубол. Во Владимире какой футбольный клуб есть? Торпеда. Расскажите, футболистов любите? Да. А вот когда вырастете, хотите выйти замуж за игроков футбольного клуба? Да. Какая самая лучшая футбольная команда? У меня самая лучшая команда в России. Знаешь что? Ты настоящая патриотка. За какой клуб болеешь? Спартак. Спартак? Да. А я за торпеда Владимирская. Давай, кто кого выиграет, тот и сильнее. Спартак или торпеда? А так... За торпеда! Что это такое? Мя! Что с ним делают? Играем. Во что? Футбол. Футбол? Да. Хорошо. Какая у Владимире футбольная команда? Торпеда. Где торпеда? Там победа. Надежда наша. Молодежь. Эй, торпеда, даешь победу, игру красивую даем. Давай, воротарь, покажи класс. Итак, дети, у меня к вам последний вопрос. Какая самая лучшая футбольная команда на свете? Владимирская торпеда! Дмитрий Шевелев. Специально для Владимирского торпеда. Мы продолжаем час прямого эфира сегодня, 26 июня, говорить про наш Владимирский клуб, про торпеда города Владимира. И у нас в студии очередной гость. Это Сергей Владимирович Сахаров. Сахаров, глава города Владимир. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Все. Сейчас весь город говорит только об этом. Все СМИ говорит только об этом. О возрождении Владимирской команды. Расскажите, пожалуйста. Преувеличивайте. Нет, я не преувеличиваю. Я включаю новости и вижу репортаж про Владимирская торпеда. Это вы, наверное, оранжевое утро насмотрели. Нет, нет, нет. Все остальные каналы тоже. Вы были одним из тех, кто активно участвовал в возрождении команды. Почему? И какое значение для Владимира играет в футбольный клуб? Возрождал Владимирский клуб торпеда не только я, а группа участников, в том числе и областная администрация. Значит, 100% что игры этого сезона, 13-14 года, состоятся. Команда на сегодняшний день укомплектована. В нее вернулись многие именитые игроки, которых команда потеряла за период 12-13 года. Главный тренер Акимов Александр, менеджер команды, или генеральный директор Везьмикин Дмитрий. Что очень важно для Владимирского торпеда. Это имена, которые прославили Владимирские футболы, которые сегодня стоят во главе команды. А вот такой вопрос. Сколько, сейчас понятно, что для участия в 2-м дивизионе нужны финансовые средства. Сколько выделил город? Есть информация по спонсорам? Всего на этот год рассчитана смета 36 миллионов рублей. Мы ее поделили пополам. Об этом мы докладывали средства массовой информации людям. По 18 миллионов рублей это город и областная администрация. Мы собирались неоднократно, как в составе старой областной администрации, так и в этой. Приятно, что новое руководство областной администрации полностью поддержало наше начинание в плане создания автономной некоммерческой организации футбольный клуб «Торпеда» с насыщением поровну финансирования под 18 миллионов рублей. Свои зоны ответственности мы определили. Было несколько рабочих совещаний. На сегодняшний день городская администрация деньги перечисляет на финансирование футбольного клуба «Торпеда». От областной администрации деньги поступят чуть позже. Но с полной гарантией, что это случится в период августа-сентября. Команда тренируется на родном для нее стадионе «Торпеда». Никаких вопросов принципиальных для того, чтобы не тренироваться или не играть в этом сезоне нет. И команда уверенно выходит в середине июля на первые игры. Пока календарь еще не составлен. Но мы знаем о том, что будет первый кубковый матч в районе 10-го числа в июле. Здесь два варианта. Либо это будет 100% Ивановский текстильщик, либо это будет в Иваново, либо будет в Владимире. Безусловно, наши сотрудники полиции очень беспокоятся, если это случится на нашем стадионе «Торпеда». Потому что мы имеем давнюю любовь с Ивановским текстильщиком. Но на 100%, если это произойдет у нас по жеребьевке, то это доставит массу удовольствия жителям и нашим болельщикам. Мы также готовимся к первой игре на «Союзе Торпеда». Мы хотим сделать нечто интересное и увлекательное. Где-то получасовое, минут на 40 открытие нового сезона с привлечением и спортсменов, и парашютистов, и наших молодых спортсменов, которые украсят праздник футбола. Сергей Владимирович, а вот денежные средства выделяются не только в администрации, но понятно, что невозможно существовать в команде без спонсоров. Есть у вас информация, как сейчас идет работа со спонсорами, есть ли поддержка? Вот смотрите, понял вопрос. Сегодня бюджет команды определен таким образом, что полностью закрываем из бюджета финансирование на 2013 год. 36 миллионов рублей. Всего общий бюджет 44-45, остаток мы дофинансируем в следующем году. В общем-то, если мы играем во второй лиге, надо понимать, еще раз объясняю, во второй лиге сумма затрат примерно от 40 до 50 миллионов рублей на сезон. Если мы выходим в первую лигу, что случилось с клубом в прошлый период, тогда сумма растет пропорционально, это 120-150 миллионов рублей. И вот тогда без спонсоров невозможно справиться. Как раз эти самые спонсоры не были найдены в прошлом сезоне, бюджетное финансирование не было прикреплено законно ни со стороны города, ни со стороны области. Поэтому команда потерпела фиаско. Здесь очень аккуратно надо относиться к первой лиге, об этом всегда говорили. Это затраты очень большие, 150 миллионов рублей на город и на область. Это, по крайней мере, построить два детских сада хороших, чтобы мы понимали. Поэтому очень аккуратно подходим к задачам, которые мы ставим для «Вадимского торпеда». Первая задача, которая поставлена, это в этом сезоне обязательно войти в пятерку, желательно в тройку. Но с первой лигой, с выходом не торопимся. Это лучше сделать в те годы, когда мы найдем и устойчивое финансирование со стороны города и области. Естественно, будет определен один-два титульных спонсора, которые могут быть к этому времени найдены. Так что такая непростая работа и со спонсорами, и с бюджетами города и области. Сергей Владимирович, а вот по составу возрожденной команды, как оцениваете на данный момент состав нашей команды? Здесь полностью полагаюсь на Везьмекина и Акимова. Саша увидел выходящим из вашей студии только что. Очень рад и сам, и с их слов, что в команду возвращаются именитые игроки наши Владимирские, которые разъехались по разным спортивным клубам после того, когда, собственно, клуб рассыпался. В клубы первой лиги, в клубе второй лиги. Это Балоев, это Дубровин, Коротыгин, Малышев, это Зимарев и Шалин. Кого-то, может быть, я забыл, пусть меня простят игроки. В общем, те игроки возвращаются, которые составляли костяк команды. И, безусловно, не обходятся без молодой поросли. Тренера работают с спортивной детской дюношкой школой, откуда забирают резерв, который участвовал во многих играх дублирующего состава торпеда. То, что касается по составу нашего Владимирского торпеда, всего лишь два игрока на сегодняшний день планируется привлеченных не Владимирских, это два вратаря. Вратарской школы у нас пока, к сожалению, нет. Так что на 95% команда состоит из Владимирских спортсменов. Это очень редкий случай для центральных городов России, потому что Тверь, Иваново, Саратов, Кострома, Калуга, здесь клубы состоят, наоборот, на 90% из приезжих игроков, где публика не знает того, кто играет. Тут наши доморощенные настоящие профессионалы, которые прославляли Владимирский торпеда на протяжении многих лет. Планируете ли вы поддержать нашу команду в домашних матчах? Обязательно. Обязательно буду болеть, обязательно буду приходить. Здесь не только ответственность, а интерес уже запорученный мне. Очень интересное и важное для города дело. Иван Сергеевич, уже завершая наш разговор, пару пожеланий на путстве для команды, для зрителей, для болельщиков, что-то для нашей команды. Сочетать полезное с приятным обязательно. Футбол это, как я бы сказал, не только затрата для города, но это большое удовольствие, если ходить всем вместе на стадион торпеда и радоваться за успехи своей родной Владимирской команды. Я пожелаю хорошего лета, отличного настроения и побед всем телезрителям в любом начинании, за которые бы они ни брались. Большое спасибо. Я думаю, наш город действительно очень ждал хорошего футбола, нашей команды возвращения, поэтому все телезрители, я уверен, будем все вместе ходить на игры, обязательно болеть. Сергей Владимирович Сахаров, глава города Владимир, был у нас сегодня в гостях. Весь час мы говорили про наш Владимирский клуб, футбольный клуб Торпеды. У нас есть победители сегодня, потому что у нас были конкурсы, поэтому ждите звоночков от наших администраторов, они расскажут, как вы сможете приехать и забрать ваши призы и подарки. На весь этот час вместе с вами были мы, Анна Лузгина и Дмитрий Шевелев. Увидимся завтра на шестом канале. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok